Действия любого человека, который способен думать и анализировать, в итоге подразумевают какую-то цель. Это только у самурая нет цели, а есть только путь, да и то это не точно. Так какую же цель преследует мужчина, который решает начать жить с женщиной вместе или, не дай бог, жениться? Те, кто никогда не жил с женщиной, скажут, что, наверное, в первую очередь это регулярный секс. Но вот те, кто имеет опыт совместного проживания с женщиной, знают, что в браке секса нет. То есть, в принципе, он, конечно, есть, но я сейчас говорю про качественный секс, от которого получаешь удовольствие. Секс с любой женщиной, даже самый распрекрасный, надоест плюс-минус через два месяца. На нее просто перестанет стоять. Именно поэтому самый большой сегмент в интернете занимают порно-сайты, с помощью которых верные мужья, которые считают, что ни в коем случае нельзя изменять своим женам, пытаются как-то сублимировать свое нереализованное сексуальное желание. Еще люди, которые никогда не жили с женщиной, могут сказать, ну, наверное, для того, чтобы в доме была чистота и порядок. Они думают, что если женщина постоянно тщательно вылизывает сама себя, то она также будет вылизывать в вашу совместную квартиру или дом. Но это совершенно не так. Самые большие грязнули, это как раз женщины, чтобы они там не рассказывали про разбросанные по дому носки. И самое меньшее, что вас ждет при совместном проживании женщины, это как раз именно ее разбросанные по дому трусы, чулки, колготки, лифчики. Ну и, само собой, забитые волосами слив в ванной. Еще один аргумент, который приводит те, кто никогда не жил с женщиной, это то, что вы будете регулярно вкусно и качественно питаться. Но правда в том, что большинство женщин абсолютно не умеют и не хотят готовить. Именно поэтому они предпочитают заказывать различные пиццы, суши, роллы и прочий фастфуд, ну или ходить за ваш счет в рестораны. Меня могут спросить, какой же выход, что же делать? А выход на самом деле очень простой. Разовые встречи. Обещать не значит жениться.